Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 90. Распределите в две колонки начальные и конечные предложения, взятые из разных сказок. Подберите свои примеры. Какие слова можно часто встретить в начале и в конце сказок? В начале сказок мы встречаем такие предложения. Жил некогда в горах могучий лев. Четвёртое предложение сюда же подходит. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У этого царя было три сына. Пятое предложение. Встретились два мороза, два родных брата. Сюда можно добавить. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил-был купец. Или, например, жили-были старик со старухой у самого синего моря. Или, к примеру, было у старика три сына. Разберём орфограммы, встретившиеся в предложениях начала сказок. Жил-жи-ши, могучий. Окончание прилагательных. Какой? Ой, ей или и-и. В некотором, в некотором. У этого. Это предлоги со словами. Мы их пишем отдельно. Жил-жи-ши. Теперь подберём примеры, когда мы встречаем в конце сказок. Это второе предложение. Я на том перу был, мёд, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Третье предложение. И стали все вместе жить-поживать, да добра наживать. И шестое предложение. Вот с той поры конь и корова дружбу потеряли, а в небе появилось новое созвездие. Ещё примеры концовок сказок. Было то давно-давно, а может ещё и никогда того не было. Не мудрено и забыть. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Посмотрим на орфограммы. На том, стой, в небе, по усам. Это слова с предлогами. Пишем отдельно. Жить, поживать, наживать. Жи-ши. Пишем с-и. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Есть предложения или пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok